Здравствуйте, уважаемые друзья! Поговорим о размерах еле голубой, еле колючий. Так, итак, по размерам. Вот опять возникает вопрос, но пятилетку сегодня не выкапывали, поэтому пятилетки нету, но я фото вставлю пятилетки. Вот это четырехлетка. Или давайте начнем с маленькой, двухлетка. Двухлетка обычно имеет одну почку, вот это однолетка, вот это однолетка, вот это тоже однолетка, вот это видите, вот это двухлетка, вот идет двухлетка, от 5 до 10 сантиметров. Маленькая, считается, вообще расстояние считается от первого корня снизу, то есть это, этот сеянец 4 сантиметра от первого корня снизу. Еще раз повторяю, не надо считать, значит вот этот сеянец будет трехлетки. Трехлетки, вы видите, да, сколько почек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот трехлетка тоже. Одна большая, раз, два, три, четыре, пять, ну шесть, семь, восемь, вон там пойдет, девять, и здесь десятое, десять. Это у нас трехлетка. Теперь может быть, вы видите разницу? Вот это четырехлетка, здесь почки, ну считать, ну штук двадцать есть точно, и пятилетка она будет очень красивая и хорошая. Есть сеянцы поменьше, 15 сантиметров вот есть уже, ну где-то около 20 этот, от первого корня считается всегда, от первого корня снизу расстояние. Еще раз хочу предупредить. Уважаемые друзья, пожалуйста, не надо, если я вам послал трехлетку, если вы заказали трехлетку, значит вам пришла трехлетка. Не надо мне писать в ответ, что вы мне прислали двухлетку. Двухлетка вот, вот, и то она, она такая заматеревшая, это хорошая еще двухлетка. Двухлетка у нас обычно в этом году она хорошая. Вот однолетка, однолетка тоже видите, да? Я просто уже устал доказывать всем, что это четырехлетка, это трехлетка, это двухлетка, это однолетка. Вы поймите меня правильно. Ну, ребята, ну, давайте, если у вас что-то не устраивает, перед тем, как заказать, попросите меня просто снять видео. Просто снять видео, на WhatsApp вам отправить, какую елку я вам пошлю. Без проблем. Я снимаю и отсылаю. Что вам отсылается? Перед тем, как сделать заказ, а не после того, как оплатить, все сделать, потом сказать, прислите мне. О, меня не устраивает что-то, давайте все перевернем обратно. Поэтому, уважаемые друзья, насчет размеров, еле голубой, тем более, я думаю, вы все услышали и все поняли. По цвету, уважаемые друзья, ну, сейчас можно видеть, что она зеленоватого цвета, на самом деле она будет очень голубая к осени. Ну, это ель колючая. Если вы в Википедии вобьете ель колючая, то вам выйдет ель колючая-голубая. И ель колючая большинство сортов голубые. Да, это видовая ель, да, это семян, но она будет ровная, стройная, набитая, хорошее, красивое дерево. Если вы грамотно, все дорастите ее и все с ней будет в порядке. Делайте, что хотите с этим видео. Главное, чтобы вы разобрались и поняли. Вот мне звонит человек или пишет, и говорит, я знаю, какая двухлетка, какая трехлетка и какая четырехлетка. И когда я ему присылаю трехлетку, он говорит, вы мне прислали, извините меня, двухлетку. Я не знаю, как же с туей происходит. Когда валая, туя, колоновидная, колонна, больше она не может быть, если ее не удобряли какими-то супер-пуперскими удобрениями. У нас она вся растет без удобрений. Вот в таком теневике, пожалуйста, тут теневик 5 метров на метр. Это все перебирается, конечно же, корневая, она однолетка, тем более, она неубиваемая, поверьте мне. Она может, главное, не пересушивать, быстренько выкопали и уехали. Если бы я залез сюда лопатой, землю бы придавил бы, и она была бы вся ужасная у нас земля. А так я спокойно даже по одной могу выдернуть, вот раз и корневая, она практически целая. Вы видите, да? Вот. Она целая, корневая, сколько корешков там. Вот так сейчас обрежь, наполовину посади ее, и она будет расти. А столько корешков, ну вы извините меня, это будет расти однозначно. Это туя колонна у нас считается. Поэтому по размеру смотрите сами, вот, еще раз, иногда и такая получается, ну мы постараемся выбирать такую вот хорошую, чтобы она пошла. Ну не смотрите, что она такая маленькая. До следующего года она обязательно пойдет. При хорошем поливе, при таком теневике же, в таком же рассадить, теневике, рассадить на небольшое расстояние, там, буквально раз, два, там, через каждые три сантиметра, и заливать ей нормально все будет. Поэтому, не пугайтесь ее, не бойтесь. И при заказе я всем говорю, что она маленькая, одна однолетка, до оплаты, перед тем, как звонить. Я обязательно всем говорил и предупрежал, что она маленькая. Поэтому, к удивлению, я думаю, что-то излишне. А кому-то доказывать что-то я не хочу, потому что я врач ее довольно много лет, и я знаю, какая однолетка. И кто там, где-то у других берет, говорят, у нас, они нам однолетку прислали, очень большую, я не знаю, где они там, может быть. Я вам покажу, какая в теплице у меня растет однолетка. Ну еще вот однолетка у нас. Хочу показать, что вот такая однолетка тоже может быть. Может быть в районе, скольки, ну, 15 сантиметров, 12. Вот здесь однолетка, это все однолетка. Потому что у нее период вегетации был. Если не соврать, то... 9 месяцев. А вот это уже двухлетка. Вот у нее уже пошел. Сейчас все равно выбьется вверх в объекте, пойдет. А, как похоже, как на... На холсту. Не знаю, что это. Просто она, у нее корень был плохой, я ее посадила, и она выросла. А вот это тоже однолетка. Период вегетации у них 9 месяцев. Вы понимаете, да? Что если выращивать в теплице, в домах, то однолетка будет 15-14 сантиметров. Мы не имеем такой возможности. Мы выращиваем там. И всех предупреждаем, когда звоним. Когда человек заказан, мы ему говорим, что это маленькая. Вы видео смотрели. Она маленькая. Она будет 4 сантиметра. Она будет 4 сантиметра. И будет вот такая вот. Вам прислан будет вот такой вот пучочек. Однолетка очень хорошо набирает. И она лучше всех приживается. Но я не скажу, что это плохо приживает. У меня приживается это все на ура. Вы поймите, тоже правильно менять. Я просто уже объяснять людям, что... Ты не слон или не жирафа. Это тоже уже довольно-таки надоедает. Спасибо вам, что смотрите нас. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Всего доброго. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. Ставьте лайк, дизлайк. Пишите грозные комментарии. Которые я с удовольствием удалю. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok